welcome 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 дорогие друзья ой напугал птицу я я сейчас нахожусь в тенерифе даже не городе курорте а острове курорте который принадлежит испании но находится по сути на экваторе и это будет мой влог по этой самой поездки по этому самому приключению я впервые такой записывая не помню записывал ли я до этого похожее видео и либо нет себя показывать не буду я не презентабельно выгляжу это очевидно потому что курорт я здесь отдыхаю они работают но у меня есть вот план написанный на туалетной бумаге практически по которым я буду вам сейчас рассказывать поэтому можете сразу поставить лайк либо сразу выключить видео потому что по лиги легенд здесь не будет ничего здесь будет просто туристический влог который будет наверное с позитивным негативным нейтральным контектом контекстом короче интервлог я прошел теперь поехали по порядку здесь написано надо рассказать куда я поехал пипец куда я поехал я не знаю вот туда и туда короче кто не в курсе тенерифе это остров вулканического происхождения то бишь 11 миллионов лет там даже 12 миллионов лет назад какие-то вулканы решили вылезти из-под земли причем два вулкана взорвались бух-бух и образовался остров соответственно мы находимся на острове сейчас который является чистым вулканом не действующим уже сто с чем-то летом 120 по моему но до этого зафиксировано три извержения и как итог природа здесь соответствующая остров не такой уж большой меньше москвы по моему по размерам получается но приличные население здесь 800 тысяч к миллиону иногда добирается наверно в сезон когда прилетает сюда куча туристов здесь надо 2 миллионов набирается людей давайте чуть похожу а то что как-то сижу на одном месте ничего не могу вам полезного рассказать так вот в чем же прелесть этого туристического места но он находится на экваторе соответственно это практически африка и от африки нас отделяется каких-то 200 километров плюс здесь еще несколько других есть островов которые тоже представляют собой очень интересную туристическую зону также мы находимся в океане в атлантическом или в тихом или атлантическом не имеет значения короче главное что это океан а не море или какая-то речка или какое-то озерцо хотя я нахожусь из-за бассейна как итог получается что люди сюда приезжать не только посмотреть на уникальную природу которая здесь действительно уникальна тем что в остров разделен можно сказать даже на три или даже четыре территории одна очень похожая на европейскую хвойные леса немного лиственности ну совсем мало другое это пальмы вот где я сейчас нахожусь туристическая зона третье это получается пустыня полнейшая пустыня и четвертое наверно все же 4 будем то отчасти разделять это горная скалистая местность фьорды такие знаете своеобразные только понятное дело без норвежцев и шведов сейчас вам покажу виды отсюда чем не дальше написано интересный природа рассказал а про цены до стоит ли вообще сюда ехать если вы например не бедный или богатый или это одно и то же суть в том что здесь на самом деле такие же цены как и в испании если вы собирались посетить испании или уже посещали а испании это по сути та же самая италия ничем не отличающиеся либо чуть более дорогая болгария это советую да можете сюда приехать цены здесь не кусаются даже учитывая что это остров и они гипотетически могли бы устроить невероятно высокий запрос и никто бы не мог ничего другого сказать как ну да прицеплотить я же уже прилетел на остров куда оденусь а так здесь еда стоит столько же сколько в европе и рестораны ну понятно дело есть какие-то люкс места элитные и там цены гораздо выше но зачастую обычные супермаркеты здесь тоже имеются отели недорогие мы живем вот в подобном здании это как бы их назвать то отели домашнего типа то есть нас целый дом двухэтажный получается но они все объединены но это вот эта курортная зона она так выглядит а есть и другая зона где пятиэтажки обычные стоят и там многоэтажки тоже имеются если дорогие отели конечно же не не знаете что будет видно или нет вот там вот вдалеке гигантский отель стоит несколько таких и если вот сюда приглядеться с горы плохо видно там тоже есть отельные зоны территории много пляжей тоже много пляжи кстати здесь тоже делятся на разные есть скалистые пляжи как раз таки из-за четвертой зоны про которую говорил есть наши песочные пляжи но есть вулканические пляжи мы как раз находимся на территории где вулканические пляжи чем они отличаются ну тем что там нет белого песка привычного всем и показать я вам обычные их местный песок сейчас не смогу потому что здесь здесь сегодня ну вот не знаю вот как-то так то есть туда глянуть вот такой вот там пляж такой же серого цвета хотя камера конечно сейчас это не зафиксировала надо понимать что там комбинация обычного белого песка гравия и одновременно с этим пепла или что это такое вулканической массы оставшиеся еще работники потому что в межсезон же приехал точнее межсезон а вообще в отсутствие сезона все же как-никак это январь начало февраля месяца поэтому здесь сейчас все прихорашивают для гигантского туризма что у меня дальше про еду я не рассказал да с едой сейчас мы ребят будем переходить к негативным небольшим сторонам но вот для меня не знаю как для вас моим друзьям понравилось мне не очень понравилось но не то чтобы не очень просто не так как я ожидал я вообще люблю очень хорошо поесть очень хорошо попить очень хорошо отдыхать и ни хрена вообще не делать вот так вот я отдыхаю не знаю как остальные а так вот еда здесь недорогая все нормально но проблема что она либо жутко соленая либо жутко пресная и даже вот в ресторанах когда мы заказывали еду но обычный ресторан приходишь там на 25 евро закупаешься на человека приносите огромную порцию все должно быть вкусненько ты начинаешь хист и понимаешь что либо тогда есть это не можешь не запивая всем подряд потому что слишком остро как будто местные индусы тебе это все готовили по своим интересным рецептам либо она жутко пресно и так и хочется спросить а можно майонеза соли или чего-нибудь потому что это есть невозможно у тебя рот начинает вязать сразу как будто бабушка у тебя там села в нем и вот это главная проблема потому что местное население наверно к этому привыкла может они не ели нормальную еду а может просто нам не везло и мы тупо попадали неправильные рестораны потому что когда я был в испании в греции где еще был в общем в других туристических зонах были какие-то рестораны тоже не очень хорошие ну в реке они тоже есть оттуда откуда я родом но зачастую ты заказывал эти приносили еду и ты такой вау пальчики облизывал наедался как говорится от живота по максимуму и все никакие те соусы не нужны были ничего ты просить больше не хотел кроме как того что можно я ближе отдохну здесь немножко потому что ну я реально устал есть слишком было вкусно а здесь ты устаешь от того что слишком невкусно но правда у нас был один стран хороший там мы не зашло все на ура такое местные по или я заказал это он рисовый был по или поэтому это было с морепродуктами плов по сути вот туда мне добавлять ничего не стоило единственная была проблема то что он был сам очень горячий потому что вы только что приготовили и мне пришлось ждать и смотреть как мои все друзья едят а я вот сижу и жду потому что иначе я рот себе обожгу ну и переходим к другому а в чем же сыпь то вообще этого отдыха ну кроме того что вот здесь бассейне сидеть кстати сейчас а водичку попробую я здесь 12 метра значит я могу утонуть и надо быть аккуратным ой хорошо слушайте вот здесь вот вот здесь вот вот это то моя моя территория нет а вот туда уже опасно ладно и ножку одну туда пущу и вот так вот присяду так вот активный отдых ребят больше у меня здесь написано природа и нога еще написано это то что я должен рассказать про приду я вам уже рассказал четыре территории не то чтобы они разделены знаете как в картах там варкрафта или еще каком-то нет такого нет хотя были моменты где мы например заезжали в туннель под горой и выезжали уже в совершенно другую природу заезжали вроде через пальмы а выезжаем уже в войны лес такое здесь тоже имеется просто весь остров омывается с двух сторон двумя совершенно разными течениями одно течение считается теплым второе течение считается умеренным либо холодным зимой на холодно и поэтому получается что одна сторона развивается больше по европейскому стандарту и это тенерифен north ну то есть север а юг развивается ну как флорида как средиземноморские побережья правда зимой у них все но тепло мы уже сейчас зимой находимся как не как здесь вот можете видеть солнышко светит правда вы спросите что за странная пелена у тебя на небе и вот это вот одна из небольших проблем здесь зимой ну и в разные еще времена бывают прилетает так называемая калима как друг мой шутил галима до калима и это вроде как называется песочные бури идущие из африки долетающие до сюда так как африка здесь 200 километрах и она заполоняет вот все это небо и поэтому она такой немножко серебристая не чисто голубое как в кино обычно показывают вот голубой цвет а вот небо вот можете сравнить ну и соответственно океан вы тоже не можете различить где там конец потому что дальность просвета не больше десяти километров и дальше просто не видите там начинается silent hill с его туманом так что же про активный отдых а про то что здесь где бы вы ни находились это ребят гора этот остров это сплошная сука гора я не знаю вот вам это видно или нет но здесь вы всегда находитесь под углом 30 градусов и если ваше телосложение не супермена бэтмена робин гуда там еще супергерои то вам скорее всего понадобится автомобиль но он в любом случае вам понадобится если вы не собираетесь сидеть только дома но выходить даже до моря и потом возвращаться назад если вы не находитесь на первой береговой линии ну знаете есть отели первая линия 2 3 вот мы на 3 находимся и вроде до моря идти всего 20 минут кто-то скажет даже много там просто мы в конце третьей линии находимся хотели ближе гором быть у тебя появляется но такая маленькая одышка под названием ебать что я сделать за свою жизнь почему я такой толстый да есть такое поэтому это отдых не советую людям которые не хотят много ходить или просто не хотят каждое утро бегать челночный бег до моря и обратно и выдыхаться и потом просто не иметь возможности вообще ничего делать и у меня получилось так что в первый день мы приехали как говорится заехали в супермаркет закупились все нормально на следующий утро пошли на пляж и возвращаясь с пляжа я себе потянул лодыжку вот на этой ноге вот она она не вздутая все нормально но после этого мой отдых превратился в кошмар потому что каждый выход на солнышко я не мог ступить на эту ногу мне было очень тяжело и из-за этого начала болеть еще вторая нога потому что ты постоянно опирался на ее это я ходил только на носочки так как не мог наступить полностью на ногу причем на пятку мог наступить на носочек не мог так что кто у нас там специалист по травмам в чатике напишите чеси этом растянул и стоит ли мне идти к хирургу но скорее всего не стоит потому что сегодня уже более-менее не болит потому что мы последние два дня а менее активный был отдых ибо мы уже все все что могли все проверили все смотрели что же мы проверили здесь ребят есть аквапарк очень хороший один из лучших вроде как в европе бла-бла-бла но я когда был в турции там тоже говорили что один из лучших европе когда я был в эстонии или это не в эстонии в литве было в общем там тоже есть аквапарк там тоже говорили что один из лучших в общем я так понимаю каждый аквапарк говорили что один из лучших но этот аквапарк действительно был хорош но к сожалению аквапарке надо подниматься на эти горки чтобы скатиться поэтому мой отдых был тоже омрачен именно тем что мне приходилось постоянно заставлять себя идти и поднимаясь наверх мало что отдышка так еще и нога болит адово и ты находишься в таком положении скачусь то скачусь вот потом надо минут 30 отдыхать иначе я просто сдохну здесь же прям на этом отдыхе после аквапарка мы сходили в зоопарк здесь он вместе с океанариумом у них там дельфины русалки они если честно не пара не подниму его что там еще а ну да пляж я уже рассказал то что пляжи здесь тоже все находятся в низине по сути надо туда спускаться и все пляжи очень интересно выстроены потому что они явно не природные туда завезли белый песок а те которые даже наш пляж он явно выкопан это как кратер такой вот специально выкопали и получается что стоят отели спуститься чтобы в пляж надо спуститься на три этажа вниз по лестнице ну и соответственно чтобы подняться на их надо снова подниматься на три этажа вверх иначе видимо его размывает постоянно че еще че еще а ну и горы конечно же надо съездить было но не к этой горе тейда гораздо выше она там за горой три с половиной километра высотой и чтобы туда доехать конечно же нужен автомобиль а там нас еще не пустили потому что не сезон и она слишком замерзший как нам объяснили заботиться о нашем состоянии там слишком скользко мол наверху и если нас туда довезут на фуникуляре который мы заказали странно что заказывать на сайте его можно было когда приехали нас послали на фиг сказали что деньги вернут ну будем ждать пока мне еще деньги не вернулись на обычно там 7-10 дней возвращение платежей идет но просто забавно то что мы приехали и нас послали дальше и вот это в три раза выше дальше ну типа туда смотреть ну или вот так ты сделал вот где-то здесь она будет заканчиваться но мы ее отсюда не видим этот самый вулкан и его и не увидели по факту если так задуматься также здесь есть дайвинг это для тех кто совсем дикий потому что очень хорошие коралловые здесь берега имеются тоже конечно же все же мы находимся на экваторе и с одной стороны холодное течение как я уже говорил с другой теплое течение по природе еще да я хотел сказать то что этот остров то образовался всего лишь 12-11 миллионов лет назад и соответственно здесь природа скорее завезенная чем местная местной фауны практически не существует мы слышим каких-то птиц которые видимо прилетели из африки я не знаю или вы на кораблях ну и тараканов больше никого здесь нет никаких животных никаких тебе бабочек пчел не знаю местных каких-то птиц они тех обычных голубей и которых я там услышал периодически ничего нет видимо все под землей вообще выглядит как будто это искусственное искусственное в этом роде то даже и хорошо нет здесь не сочтите как за оскорбление этого места просто то же самое в риге или когда это было в петербурге выходишь в лес куда-то и все и там блин каждое существо так и норовит тебя убить это начиная от клещей заканчивая какими-нибудь красными муравьями здесь ничего вообще нет ты просто а еще ящерицы я забыл про них рассказать ящерицы конечно же имеются они тоже скорее всего здесь сюда попали ну вот 11 миллионов лет назад когда зарождалась вся жизнь на этом месте ну еще что хотел сказать про это а то видео и так уже получается очень длинное лидин люди наверное уже ушли кто не ушел напишите что-нибудь в комментариях давайте придумаем какое-нибудь слово ключевое я узнаю что вы есть и между вами чем-то разыграю зеленый совок напишем вот ключевое слово этого видео будет зеленый совок вот он стоит потому что мужичок работает и на меня уже косо смотрят думать какой-то псих записывает длинные видео для своей на бывший без бывшие записывает видео это скорее про меня бабка еще на меня теперь смотрит что же они все на меня смотрят так вот про испанцы я хотел сказать здесь местное население не знаю считает ли себя испанцами или нет потому что мы с ними толком не разговаривали но я заметил одну общую тенденцию между всеми средиземноморскими странами и соответственно тенерифа то же самое все местное население такое впечатление что делится на молодых и сразу уже преклонного возраста людей но скорее всего это обман зрения дело в том что жить таком природном климате очень тяжело человеку и если в начале тебя эта энергия солнца питает ты становишься сильнее ты выглядишь всегда очень молода даже там свои 30 лет здесь испанки выглядит как будто им 20 я думаю в инстаграме вы это тоже замечали это не фотошоп это все правда то потом как будто резко щелчок пальца и вам становится 50 причем никакой макияж ничего не помогает тебе 32 года но ты выглядишь уже на 50 потому что солнце просто тебя уничтожило и поэтому не советую здесь находиться очень долго 10 дней это вообще оптимально 6 дней это хороший добротный отдых но слишком активный будет если вы такие любите просыпаться в 6 утра во время вашего отпуска и ложиться в два утра до выпив а потом четыре часа послав снова 6 утра эти давить то вам конечно подойдет и 6 дней но так оптимально 10 дней вполне хватит чтобы побывать каком туристическом городе италии испании греции ну и конечно же ты на риф и тоже могу посоветовать посетить но еще раз ремарку сделаю задумайтесь о том а можете ли выходить 12 километров в день свободно и знаете вот как вот метро если сломается вам надо по лестнице подниматься сможете ли вы это сделать или бы нет потому что я думал что смогу она казалось что не могу так что для меня этот отдых немножечко было мрачом поэтому я вас поставлю оценку 7 баллов из 10 7 с половиной нет 7 баллов потому что олимпиаду не могу посмотреть здесь ибо испанцы не участвуют в зимних олимпийских играх практически и мне приходится с в п н нам здесь придумывать как посмотреть хоть какой-то канал где идет хоть какой-нибудь олимпийское событие рано утром потому что все же часовой поезд здесь минус 3 от москвы вот и все лайки подписывайтесь на канал если вам понравилось такое видео напишите обязательно в комментариях ключевое слово вы уже слышали для розыгрыша чего-нибудь обязательно его использую в следующем своем ролике которая будет совсем скоро по приезду не осталось здесь всего три дня так отдыхать 2 есть так посчитать правильно 3 просто это я уже в риге отдыхать буду все до встречи пока пока ребят увидимся